Есть вопросы, которые не надо задавать? Не, можете все задавать. Я не думаю, мне было тогда все вкусно. Уехать уже не хотелось, так как я уже привык. После два года, мне были друзья здесь, я уже остановился. И я такой человек, который бы не хотел вернуться опять и начинать с нуля. Мне это не проблема. Где мне голодно, могу сосиски в тесте тоже заказать и поесть. Я, наверное, не с того Востока. А вот сразу вопрос. А откуда такое имя, вот одесское такое, чисто одесское? Это долгая история. Я когда начинал работать в ресторанном бизнесе, то есть это было в 1994 году, мы у нас на кухне там все молодые, у каждого кличка какая-то было. Но у меня вообще имя полное, это Бубкер. И всем это было тяжело выговаривать. И все думали, как, чего, чтобы было сокращено. И там был якобы какой-то актер, который я лично не знаю, зовут его Буба Косторский. Ну и парень один мой, ну хороший друг на сегодняшний день, вот он сказал, давай мы будем его Буба называть. Вот с тех пор пошло вот это. Я даже вот, я говорю, я настолько привык, что мне когда спрашивают в определенных местах, где надо именно сказать правильно моим, я говорю Буба. А потом, не-не-не, извините, это по-другому вообще совсем. А расскажи, как тебя тогда вообще в Россию занесло? Ну так. Ну это очень интересная история. То есть я когда закончил свой этот колледж. Там в Марокко? Да, в Марокко. То есть была очень сильная миграция, ну не миграция, студенты студентские вот сюда приехали якобы учиться во время Советского Союза. А что за колледж был? На кого-то там учился? На мигратора вообще, это в Натмирязевском. Но я приехал в конец 92-го года, вообще случайно, то есть не в моей вообще как-то ни памяти, ни в планах было, чтобы я приехал в Россию. Но так случилось, что я приехал в конце 92-го года. Мне было тяжело, конечно, с самого начала времени, то есть это была платная учеба. И в конец 94-м... А платил ты сам за учебу? Нет, ну родители, то есть финансировали. Вот как раз я иду к истории, которая меня привела к этому все. В конец 94-м с отцом случилось такое несчастье, что он заболел раком, то есть финансовое положение было очень сложное. И у меня стоял вопрос, то есть или уехать обратно домой, или самому как-то себя найти вот в эту страну. Уехать уже не хотелось, так как я уже привык. После 2 года, у меня были друзья здесь, я уже остановился. И я такой человек, который я бы не хотел вернуться опять и начинать с нуля. Но я решил попробовать свою удачу, то есть я через знакомых, туда-сюда, вот у меня нашли работу как посудомойка в японском ресторане. Это был мой первый опыт в ресторанном бизнесе, то есть который мне дал большое, скажем, знание. Я не считаю, что это стыдно сказать, чего начинал. Я считаю, что это должно быть всегда плюс для человека, знать любые, вот скажем, ступени, которые есть в ресторанном бизнесе, в любой бизнесе. Я начинал там, где-то в 95-м, это был Фудзи на Большой Дмитровке. Это был один из первых ресторанов японской кухни тогда, то есть было очень много молодых ребят, и в основном только русских. Но мне повезло, что там работали 5 поваров японской, из Японии, которые говорили только на английском. И мне очень помог мой второй язык, то есть я как-то приблизился с ними, но все равно было сложно якобы добиться статка как поваром. Там были тогда в 90-х, и русские сами не могли найти работу. Но, слава Богу, и, как говорят, с помощью Бога и благословения родителей, как-то вот я вышел на это. То есть я в 96-м, да, в начале 96-м стал как помощник повара, потом повар. Ну, и 97-й там отработали. Здесь в конце 97-го мне друг говорит, вот давай мы попытаем в другом месте, там открылся новый ресторан под названием Сумаса. Ну, мы приезжаем сюда, как раз нас берут на сушах, тогда больше денег. Вот мы сюда перешли, работали. И тогда были опять вот повара, которые работали, понцы, корейцы. То есть и мне было очень как-то приятно, что здесь я мог себя найти, потому что здесь в конце 98-го я стал шеф-поваром. Ну, это благодаря и соучредителям, и повара, которые со мной работали тогда, которые мне вдохновляли с этой именно кухней. Ну, многие говорят, спрашивают, бегали ли ты за деньги. Да, финансовые были очень такой мотив сильный, чтобы как-то заработать, но у меня, я такой человек, если мне вещь не нравится, я ее не делаю. Ну, я просто нашел, что в этой кухне есть что-то, которое можно научиться, можно подать. И, слава богу, мне сказали, вкусовые качества, было все нормально, есть все нормально, поэтому мне очень понравилась их культура, их подход к продуктам, выбор продуктов. Это школа, которая не кончается никогда, и она всегда обновляется, всегда дает что-то новое для нового поколения. Вот так и все случилось в моей истории. То есть на миллиоратора ты так и не доучился? Я уже был на пятом курсе, и тогда я здесь был, как сущав, работал два через два, то есть я успевал там и там. И как раз я говорю, в конце этого, вот, 98-го, мне предложили здесь, а вот тогда у меня стоял госэкзамен, осталось там 6 месяцев и ничего. Но стоял вопрос, что если я буду заниматься шапповаром, мне надо работать почти без выходных, потому что здесь тогда было с самого начала, очень было много гостей, были очереди стояли, и отдача должна была быть правильной. Но я подумал, то есть мне были, ну, родители тогда, мама бы, мама еще удивляет, слава богу, было против, супруга была против, то есть хотелось бы, чтобы ты все-таки научился, закончил, поехал в Марокко. Но я подумал сам, просто как-то вот решил, то есть так как это возможность, вещь, которую я делаю, мне нравится, с людьми, которые я работаю, мне очень нравится, я решил вот взять, как говорят, на удачу. Я, слава богу, не жалею до сих пор, я не говорю, чтобы люди должны бросать, но я считаю, должен человек именно стремиться за своей мечтой. Не важно какая, не важно, как она дается, но мечта есть мечта. Если ты видишь правильно конец, и куда хочешь дойти, человек все равно доходит. Это вдохновление, которое тебе всегда дает сил, чтобы ты работал. Это вещь, которая тебе всегда дает вставать утром и идти с улыбкой на работу. И меня это, слава богу, вдохновляло, и мне оно дало очень большие силы. Да, мне повезло с учредителем, с кем я работаю, я очень много научился от них, я очень много ездил по странам, я очень много открыл для себя многих мест, но это все равно зависит от человека, потому что если человеку даже иногда даешь все это, и он не знает, как этим воспользоваться. Это мое личное мнение. А в Марокко вот с работы как сейчас? Ну, в Марокко сейчас неплохо, то есть есть возможности очень неплохие, с новым королем, который сейчас ведет. Она более открытая для малого бизнеса, очень много мне друзей, слава богу, которые там были, когда мы были маленькими. Но с детства, то есть очень хорошо стояли, большинство из них свой бизнес, и не жалуется никто якобы, чтобы там уехать. Я самому, когда я еду туда, я часто езжу, меня каждый раз удивляет, там очень много инвестиций, очень много влияния других стран, которые приехали инвестировать там именно в Марокко, она очень, мне это родное, это поэтому я не могу много плохого про это и сказать. Японская кухня там есть в Марокко? Она есть, но она еще недоразвитая, сильная. К сожалению, она не... Сейчас в ресторане бизнес в Марокко есть две категории. Птичевый, дорогой. Но дорогой это идет якобы на то, что люди просят. Это я бы не сказал на качество, хотя качественные продукты там есть очень много. Но меня очень удивляет, что я, сколько я хожу туда, кроме марокканского, я не могу рекомендовать ничего хорошего, если честно. А что-то из марокканской кухни ты пытался привносить? Я здесь, мы очень много, скажем, других кухон, мы стараемся их... И я здесь, когда я делал, у меня было вот с бараниной, вот мы делаем баранину с фурикак и с качественный сос. Мне это еще не... Потому что Марокко это очень интенсивные заготовки, то есть это очень много приправ, много этого, они сильнее на вкус. Но здесь нельзя такого делать, но я все равно хотел попытаться, попробовать, и мне вышло вот такое блюдо, которое называется ламфурикак. Мне очень нравится и многим нравится. А сколько языков ты знаешь? Я говорю на 6 языках. 5, ну, перечислить, это марокканский свой родной, арабский, который... Это французский, английский, русский, польский. Я чуть-чуть еще испанский говорю. А марокканский есть язык? Там же несколько языков. Это лингвинский только, то есть разговор. А мы учились в школе арабский и на французский. То есть это два основных языка в Марокко, то есть на которые вот... Мерберский ты не знаешь? Слава богу, пока нет. Еще туда не повелось. А ты мусульманин или там... Я по религии мусульманин, да. Когда ты готовишь что-то, да, там вот стандарт халяль, не халяль, как-то вот тебя ограничивают? Сейчас очень много вот в мире стали люди отказаться от свинини. Это не по направлению якобы религия или как это мысли, просто от того, что якобы люди нашли, что это не неправильный продукт, который якобы... Я сейчас даже походишь по Москве, то есть найти даже по рынкам, где раньше была свинина 80%, а все остальное там 20%, сейчас совсем наоборот. То есть может быть 10% мест, где продают свинину, а все остальное говядина или баранина. Это во всем мире сейчас такого, что как-то к свинине очень стали относиться прохладно. То есть я сам люблю, я сам ем, и мне к этому претензий нет. Но мы стараемся тоже к этому, потому что многие из-за религии, допустим, кто кошерный, они не любят вообще даже, чтобы были запах. Халяль тоже они не любят, чтобы даже если слышат, что что-то готовится там, и свинины могут отказаться. Поэтому ты должен как-то найти баланс для спроса рынка в сегодняшний день. А супруга у тебя русская? Русская, из Москвы. Мы учились вместе. Мы вместе с 93-го года. Ислам не принимала? Нет, я не настаивал. Она сейчас в Лондоне? Она сейчас в Москве. Сейчас точно в Москве, но так они живут у меня в Лондоне. Если наступит момент, когда ты должен будешь уехать в Марокко, ты скажешь жене, все, мы уезжаем в Марокко навсегда, она останется в Лондоне, в Москве и поедет с тобой в Марокко. Мы никогда не говорили, а так в основном мы говорили. То есть надо самому сначала подумать, могу ли я вернуться в Марокко или нет. Конечно, это желание, которое у меня всегда внутри, оно будет за мной преследовать навсегда. Каждый человек, я думаю, что он мечтает вернуться в родину. Но я думаю, так как если нормальная супружеская жизнь, то есть люди идут за друг друга где угодно. Да, это будет нелегко, потому что я знаю ее как человек, я знаю, как ее, скажем, ее причтение, то есть она бы не хотела там жить. Я об этом думаю тоже, конечно, я же не могу просто, вот я сказал и я так хочу. Надо, если в супружеской жизни пара, я считаю, что каждый должен слушать друг друга и найти компромисс какой-то. Но на Востоке глава семьи сказал все, и все поехали. Я, наверное, не из того Востока. А у тебя братья и сестры есть? У меня пять сестры и один брат. Здесь, там? Нет, у меня одна в Греции, а все остальное в Марокко. А там в Марокко дом у вас? У меня мама живет в квартире, а так да, все вместе в своем. Я вырос у бабушки дома, то есть это большой старинный дом, который вот вспоминания детства всегда там они находятся. Это вот где все собираются каждую субботу в воскресенье. Бабушка привозит всех внуков, и мы все там были как куча, вот у нее там кричали, играли. Хорошие моменты, которые всегда в жизни останутся. Тебе кто-то говорил, вот я видел твое интервью, где у тебя бородка есть, что ты на Уилла Смита похож, не говорил? Мне говорят, да, говорят, но я как-то люблю быть сам похож на себя. А ты вообще откуда из Марокко? Что это за город? Я из Маракеша. А, из Маракеша, да? Из красного города считается. Город еды, город культуры, город улыбок, город шутки. Ароматов там, да, каких-то? Ароматов, специй там, да? Ну, это фес, более знаменит с этим, и Маракеш, если мы говорим о еды. Это два города в Марокко, которые очень знаменитые едой. Просто Маракеша настолько захватила, скажем, взгляд других стран, других приезжих людей, хотя раньше она была маленький город, пустой, никому не было скучно там. Сейчас реально очень развивается, и я считаю, что это место, где много культуры там якобы именно совпали в одном месте. А дома что ты ешь чаще? Какую кухню? Русскую, японскую? Дома у себя в Лондоне или дома у себя в Марокко? А где у тебя дом? Ну, вот я вообще-то считаю, что я везде, я считаю, у меня везде дома есть. Паспорт у тебя чей? У меня есть марокканский, русский, английский. А дом где есть? Если тебе скажут, приезжай домой, ты куда поедешь? Ну, если я в Москве, я еду себе дома. А если в Лондон, то я еду себе дома. Ну, и, конечно, где семья, там и дома. Ну, а что в семье? Поэтому для меня это Лондон. То, что в семье, ну, мы стараемся, по крайней мере, каждый воскресенье быть вместе, то есть сесть за столом. Я просто привык, что с детства у нас было время обеда, чтобы все должны быть за столом, неважно, что у тебя есть. И я это знаю, что на сегодняшний день это тяжело. Я старался это делать с детьми, но это невозможно. Поэтому стараемся хотя бы каждый воскресенье это вот создать вот этот семейный вот час, два часа, чтобы как-то сесть, поговорить, обсуждать проблемы детей, там, что есть в семье, как. Тем более, они меня мало видят, поэтому мы стараемся это вот именно вот, чтобы как-то семейный, я считаю, все равно за столом это самые вот отношения вот семейные, они крепкие, именно за столом. Оливия когда последний раз ел? Я? Оливия, может быть, я его ел три дня назад. Сам делал? Нет, я не сам делал, я просто в гостях был. А где ты кушаешь в Москве? В Макдональдс? Нет, в Макдональдс, к сожалению, я здесь ни разу не был, если честно, не знаю почему. В 90-х, конечно, мы говорим о сейчас. Мы стояли в очереди на Тверской, конечно, это был первый Макдональдс, все стояли, все хотели попробовать, все ели там. Но если мы говорим о сейчас, я должен знать, что есть в Москве, я должен знать, что конкуренция есть, я должен знать, что люди делают, что люди предпочитают сейчас. Я считаю, это очень важно, не закрыть себя на кухне, скажем, и сидишь на одном месте и думаешь, что вот то, что ты делаешь, это всем понравится. ты должен выходить, не для того, чтобы вот там что-то видеть или что-то, хотя бы знать, что люди делают. В Москве я люблю разных мест, у меня есть несколько мест, которые я очень люблю, я люблю Уильям Кушет, я люблю Уголек, это место, которое мне нравится, Пушкин мне нравится, если по-русски кухня, хотя сейчас у него очень так упала вот репутация, ВОК-кафе мне очень нравится, ну вот такие вот, а так я люблю по-разному ходить, то есть я не преподобно читаю, я даже могу ходить в Братьев Караваевых, мне очень нравится. А вот из стритфуда есть что-нибудь, то есть можешь ты вот, ну на улице вот там перекус какой-то устроить себе, самсу купить там, на рынке еще где-то. Ну сейчас на рынке очень сейчас тренд где-то сейчас в Москве. Не, не модный такой, такой аскетичный, знаешь что? Я могу везде, мне это не проблема, где мне города могу сосиски в тесто тоже заказать и поесть. Отлично, сейчас принесут. А вот я видел в интервью, ты говорил, что там, ну клиент всегда прав, там, вот эта школа, ну в японском ресторане, если как бы дети захотят, то клиент скажет, мы хотим сосиску в тесте. Ну если она есть, мы стараемся это делать. Мы на всех капризов идем, если возможно это делать, мы это делаем. Мы стараемся по максимуму, если нет, чтобы стараться что-то найти, якобы как замену, как что-то ближе к этому, именно чтобы гость остался доволен. В конце концов, это он приходит, он тратит время, чтобы приезжать, он тратит свои деньги сверху, чтобы посидеть, он должен получать какой-то сервис, какое-то удовольствие. А к вегетарианцам ты как относишься? Это, я думаю, это вопрос, который вот все повара как-то вот сейчас. Я знаю, что это тренд сегодня, многие вот стали вегетарианцы, у каждого человека свой выбор. Я не могу судить людей, почему они такие, или почему они предпочитают. Я лично не люблю, если вот вы меня спрашиваете. Я мало ем фруктов, мало ем овощей, я более мясной, более рыбный человек, такого вот направления у меня. А так я уважаю всех. А здесь меню есть у вас вегетарианское что-то? Да, конечно, мы все стараемся, и обновить постное меню мы делаем тоже. А готовить его вегетарианское как-то на отдельной аппаратуре, там, плите, я не знаю, потому что плита нет, не сковородки, там это все-таки должно ставить отдельно, потому что многие, даже когда промываешь, они говорят, что якобы там было что-то там, поэтому нам бы не хотелось. Поэтому ты всегда держишь одну сковородку, две именно для этого. А бывает такое, попадаются такие клиенты, ну вот говнюки такие? Ну, без этого в России никак. Я думаю, это везде, во всем мире есть. Ну вот ты как реагируешь обычно? Тебя вызывают когда-нибудь? Ну, бывало, конечно, раньше вызывали, тебя вот как-то вот, ну, неадекватно, может быть, с тобой разговаривали, но, слава богу, я считаю это единиц. Я не считаю, что у каждого человека свое настроение, свое, как он приходит. Я понимаю, что здесь, я еще раз говорю, когда человек платит деньги, он считает, во всем он прав. Ты не можешь вот к этому относиться по-другому, что как просто относиться к этому нормально и стараться этого человека удовлетворить и якобы, чтобы у него эти претензии поменьше. но, слава богу, даже если он капризничает, у нас все равно возвращается. Это же хороший знак, значит, чем-то мы их кормим правильно. А ты выходные возвращаешься, когда у тебя выходные твои, потому что в Москве выходные, ну, там, суббота, воскресенье, это не выходной, это обычный день, да? А в выходной ты приходишь на работу иногда? Стараюсь, да, если я в Москве, то я стараюсь, хотя бы пройти, посмотреть, что у них, как. Главное, звонить каждый день тоже. Люди знают, что ты есть. ты должен знать, мало ли какая-то проблема. Они должны тебе вот, поймите, то есть мы, как шеф-повар, то есть ты должен быть для ребят, это как отец, как учитель, как директор, как друг, который всегда он может к тебе обратиться. Не должно быть вот это вот, что я зашел там, да, в 90-х там было, ты заходишь там, чтобы все стояли смирно это все. Но мир меняется. Сейчас более такого, я, слава богу, всегда отношусь к своим ребятам, у меня ребята работают, вот это очень долгих лет, и они с нами по 15, по 16 лет, это что-то означает. И это не то, что вот мы просто вот так поставили, это все вместе так сделалось. А вот, а помнишь ты, когда ты себя шефом почувствовал, вот ты не был шефом, да, вот ты почувствовал, что ты шеф. Может быть, ты не был шефом, или ты уже был много лет шефом, ну там, в должности. Я до сих пор никогда не чувствую себя шефом, и я всем запрещаю мне называть шеф. Всегда меня называют по имени. А если они скажут шеф? Ради бога, но я стараюсь, чтобы якобы, и меня позвали, меня по имени. Когда ты ставишь себя, как шефом, ты делаешь расстояние большое между собой и своих сотрудниками. И это неправильно, потому что ты хочешь якобы, чтобы эти люди были близко к тебе. Они тебе подали, ну мы все сами знаем, когда ты ребенка берешь, и ты его ругаешь сильно, он все равно, он тебе боится, это в следующий раз делать при тебе. Но он его делает за тобой. Это так же в мире поварской. И в любой, скажем. А как субординация, как порядок? Она должна быть. Каждый должен знать свой лимит. Но ты все равно, ты определяешь. Но он знает свой лимит всегда. А ты вообще творческий человек? Ты как бы чувствуешь себя креативным человеком? Я считаю, да. Но японская же кухня, она такая консервативная. Я бы не согласен, не сказать, да. Даже суши, которые были, скажем, традиционные очень долго, сейчас они изменились, очень много на них сейчас влияние ставят. Даже мы роли не делаем традиционные, мы делаем другие. Мы не идем по традиции. Фугу не заказывали никогда? Это же специальный должен быть, человек у него должен быть специальный диплом, чтобы это реализовать, чтобы это сделать. и я ее ел. И мне как-то... Лично, да. Но это не... Я не думаю, что это такая вещь, которая... Да, история возле нее очень большой, она пугающая. То есть, кто ее поел, он считает себя героем, он якобы что-то поел. Но я бы не сказал, что это чем-то ты можешь удивить сильно людей. А на вкус она тебе как пришла? Она обычная рыба, ничего такого особенного. Много раз в Японии был? Я был несколько раз и собираюсь на следующий год еще раз поехать. Я был последний раз где-то 5-6 лет тому назад. Это очень долго, это неправильно, но... В этом году я хочу... В следующий год, если получится, я очень хочу делать такой, как говорят, путешественник, просто рюкзак и уехать. Я не хочу... Несколько городов хочу объездить. Как часто тебя пытались там переманивать, например, ты вот, ну, 20 лет отсидел, как сказать, это... Ну, бывает, конечно, переманивать всегда хотят. Я считаю, это благородное дело, если человек считает, что он что-то правильно делает, это уже его личное... Согласиться или не согласиться здесь. Мне здесь никто не мешает, чтобы я встречался, кто мне заман... Ну, кто мне предлагает или что. Это мое личное дело, и я считаю, что на сегодняшний день, по крайней мере, я не думаю, что... Я не говорю, что есть хуже только. Есть, конечно, лучше. Но когда говорят, где ты себя чувствуешь хорошо, и тебе во всем удобно, то это самое лучшее. Ты не можешь все иметь, это невозможно. Ты не можешь все добить, тоже невозможно. Но можно также добиваться этим, где эти есть, на самом деле. А когда повара, которые работают с тобой, они там, я не знаю, уходят или нет, бывает так, что они уходят? Ну, конечно, у нас очень много. А как ты к этому относишься? Очень легко. Ну как? Потому что... Перекрестив? Нет, я считаю, каждый человек должен стремиться к чему-то. Если он здесь не получает, и он дошел до какой-то вот лимит свой, и он хочет еще дальше развиваться, я ему это не предлагаю, я же не буду его заставлять со мной сидеть здесь до конца жизни. Все равно мы здесь не вечны. Все равно мы должны дать возможности людей. Мы... Мы... Это неправильно. Я считаю, если человек уходит с норм... Мне главное, чтобы ушли в нормальные отношения. С нормальными отношениями. Сказал, шеф, там, знаете, я хочу вот попробовать что-то. Я только за. А вот к вам... Вы любого человека берете на обучение? Есть какие-то там рамки? Мы сейчас очень думаем, потому что у нас мы всегда были как закрыты. Ну, в основном в суши-баре у нас всегда как будто чтобы была азиатская внешность, это все. Это ничего плохого не имеет. Просто когда идешь в японский ресторан, хочешь, чтобы ты понял, как будто ты в японском ресторане. И мы сейчас думаем делать школу в суши-баре, потому что очень многие ребята хотят и хотят развиваться в этом направлении. И я считаю, это правильно. И мы будем открыты для этого. Мы как раз... Это проект, который мы готовимся к нему. Я надеюсь, что он получится. И посмотрим, как будет. Слушай, там вот такой вопрос есть. У нас был один повар тоже, там хороший парень, да? И там были какие-то высказывания. Вот у тебя самый старый повар, самый взрослый повар на кухне, который работает в Москве или еще где-то, сколько ему лет? Здесь? Да, например, здесь. Я не могу сказать. Порядок. Ну, 65 лет, может быть, есть. Да, я уверен, что он есть, легко даже. Вот же. Ладно, просто как бы так. Пожелаем ему еще. А вот сильно Москва поменялась? Ты здесь с 92-го года? Очень сильно. Мне очень Москва нравится сейчас. Она более открытая, более европейская. Мне было тяжело, я этого не стесняюсь сказать, когда в 90-х. Мне было очень тяжело, как иностранец. Я сейчас себя чувствую, как дома. И мне это очень нравится. Это больше дает тебе, вот, скажем, делать. Если раньше было тяжело, ну, было в своем какую-то другую вещь. Но сейчас как-то мне очень нравится. А ты помнишь, вот, что тебе первое в Москве закошмарило, скажем так, когда ты приехал? Вот ты из Марокы. Выходя из аэропорта, женщины в оранжевые вот эти жилетки очищают улицы. Для меня это был шок. Я этого никогда не видел в жизни, честно. Слушай, а вот у тебя есть испытания для поваров? Вот ты молодых, когда поваров наберешь, есть какой-то? У меня было здесь, кстати, мы очень наработали с одной училищей. Нам отправляли ребята, которые на практике. Они с нами работали два года. То есть они учатся и приходят в свое свободное время. И по окончанию я всегда выбираю один или два, которые мне нравятся. Они остаются, если хотят. А ты вот сам, когда учился, и, может быть, на повара. И сейчас есть какие-то шутливые элементы? Потому что в советской кухне иногда повара отправляли, говорят, принеси пар в кастрюлю. Давай в кастрюлю, говорят, иди принеси пар. Понимаешь, да? Я понимаю. Есть такие тесты? Чтобы сразу понять, кто перед тобой. Да нет у нас таких, слава богу. У нас просто единственный тебе учит жарить, работать со сковородкой, это соль. Чтобы якобы соль не высыпалась. Вот ты стоишь и жаришь. Постоянно. Тогда тебе переходишь на рис. А, то есть туда насыпается соль? Соль, и ты начинаешь его жарить, переворачивать как блины, именно чтобы он не рассыпался. Вот тогда ты учишься жарить. Ты голодал когда-нибудь, вот вынужденно? Конечно. В студентское время, конечно, да. А есть ли какой-то вкус, что запомнилось тебе, что ты ел, и потом это было очень вкусно, да, там тебе показалось? Я не думаю. Мне было тогда все вкусно. А насколько ты делегируешь подчиненным какие-то задачи? Вот максимальный уровень доверия твой какой? То есть вот когда человек уже, если ты его попросил это сделать, значит ты уже ему там. Я могу доверять на 80-90%. Но если он теряет один раз мое доверие, то уже не доверяю никогда. Я такой человек. Я доверчивый, но когда ты теряешь мое доверие, то все, на всю жизнь. А вот продукты вы где закупаете? Мы везде, где есть, где возможно. Мы не перестаем контактировать любых, вот скажем, поставщиков. Мы всегда смотрим за качеством. Потому что здесь, мне кажется, в Москве, если ты будешь расслабиться на этот счет, и в любом месте мира, это неправильно. Потому что качество очень быстро меняется. Может, у кого-то лучше завтра будет. Поэтому надо всегда быть открытой. Двери открыты для всего. А вот как-то санкционная эта история повлияла, усложнила? Дистанционный что? Нет, санкции, то что ввели. Конечно. Это усложнило как-то вам работу? Конечно, нам, да. А приходится втихаря что-нибудь возить? Нет, мы втихаря ничего не возим. Мы все в открытую возим. Мы все в Москве покупаем. Нет, а что делать, если вот у вас было там в компонентах, в меню что-то, да? А теперь это нельзя возить в Россию. Что делать? Вот смотри, просто здесь вопрос цены. Мы раньше, когда, допустим, в Америке работа была открыта, мы получали товар там по два раза в неделю. Это там тюнец, там лосос, все это получали. Да, были дешевле, чем в Японии. Так как сейчас закрылось этого, мы были вынуждены обратиться в Японию. Это увеличивает твою, вот, скажем, себестоимость. Она увеличивает. Поэтому хочешь, не хочешь, все равно в выходе есть. Это вот единственная разница здесь. Из Марокко что-нибудь возите? Нет, лично я нет. Мандарины там? Нет, лично я нет. Ты во сколько просыпаешься? Я в 7.30 утра. Что себе? А ложишься обычно? Могу в 3, могу в 4. Если повезет, то в 2. У тебя характер дома и на работе одинаковый? Совсем разные. Ты матом где чаще ругаешься? Там или дома и на работе? Сейчас нигде, слава богу. Ну, последний раз где? Здесь. Слушай, а вот мы не будем говорить, сколько тебе лет, хотя уже нормально, да? Но ты не выглядишь на свои годы как спорт, что вот? Ты занимаешься чем-то? Вообще. Или только просто, вот, вот, беготня между, работой тебя? Ну, мне кажется, я не знаю. Мне 48 лет. Мне это не стыдно сказать, и мне не стыдно этого сообщения. Ну, выглядишь ты не на 48. Ну, и слава богу, значит, мне повезло. Я бы не сказал, что я спортсмен, я бы не сказал, что я этот. Я человек как раз, который любит движение. Я не люблю стоять на одном месте. Я не люблю рутину. Я люблю двигаться. Даже я говорю, вот, когда я был студентом, у меня вот одна комната была, я должен вот каждый месяц этот диван перенести в другом месте, там, как-то перестановку делать, чтобы, типа, чувствовать себя хорошо. И я считаю, это в жизни так же вот должно быть. Это мое личное мнение. У тебя машина есть? Здесь, в Москве нет. Купишь? Я все использую. Такси, транспорт, метро. Я не капризный человек. А вот у тебя дома кто командир? Ты или жена? Где дома? Дети. У нас они командир. Нет. У нас, слава богу, оба. В одном училище кулинарном возготовили. А ты куришь, пьешь? Все делаю. Курю и пью. А еще что? Пью и курю. Ты так вот пытаешься вспомнить, да, что вкусно, что невкусно. Я встречался с коллегой с одним, да, и я задаю вопрос. Ты там, там, там ел, ну, в течение года. Что ты помнишь? Вот где я тебе запомнился? И он говорит, что? А я что-то, ты знаешь, вот, ничего не запомнил вообще. А вот все-таки твоя профессия, есть что-то, что тебя удивило, там, вот, ну, за последний год? Вот, ты поел и сказал, вот это отлично, да, да, не ожидал. Это тяжело просто, потому что, когда ты ездишь часто, да, бы хотелось, чтобы ты там запомнил раз и навсегда, допустим, его. Вот, я вот, я тоже не могу сказать, что есть, вот это я бы точно вернулся, поел. Да, есть место, вот, который, у меня вот, вот, в Англии есть название банус, называется место именно, и они очень делают паровые, вот, булки, там место на 25 человек, не больше, она называется Бау, вот, я это вспомнил. И там реально, вот ты, вот сколько ты ешь, они маленькие, и всегда хочется туда-обратно. Вот мне там очень нравится. Для тебя Россия, это как бы только Москва, или ты бываешь еще где-то в каких? Я был во Владивосток, у друзей меня пригласили. Ресторан под названием «Зума», место там 450 посадочных мест. Молодцы, ребята, очень молодцы, мне очень нравится, там, это пример для всех ресторанов, я считаю. Ну, адрес мы напишем там, в комментариях, да. Пусть номер карточки им отправляй, и все уже. Все, договорились. Слушай, а вот дома кто чаще готовит, ты или супруга? Супруга. А вот если ты там что-то готовил, супруге не нравилось, да, ну, супруге не нравится, что происходит? Я это нормально принимаю, выкидывая в мусор просто. Вот как к хорошему производителю попасть, ну, продукт в питание, там, к тебе в ресторан, что ему для этого сделать надо? Позвонить просто. Позвонить, прийти, там принести? Да, встречаться без проблем. А к татуировкам как относишься? Очень хорошо. У тебя есть? Есть. А вот у тебя сколько детей? Мне двое. Двое. Ты видел их поварами, ну, когда там в будущем, хотел бы, чтобы они стали? Я бы нет. Но если они выберут, бы я бы сказал с удовольствием. А почему ты не хотел? Ну, я считаю, что повар, проблема какая-то. Я не говорю, что это проблема, но это то, что человек должен быть готов. Что такова, как название личной жизни, она не имеет места. Ты должен всегда быть в движении, всегда работаешь долгих часов. Длинный день рабочий у тебя, не как у всех. Приходишь домой, все спят, встаешь рано, уходишь на работу. Выходной, ты устал. Тебе надо опять над чем-то работать новой. Это постоянное что-то, которое тебе не дает покоя. А из детства, вот какой вкус ты помнишь? Это самое вкусное. Да, моя мамина вот еда. А что за блюдо? Именно тажин называется, да, мясной. Маме самый вкусный. А есть ли блюдо, продукт или не знаю, что-то, что ты не будешь использовать никогда в блюде, который ты готовишь в своей рецептуре? Ну, я укроп не люблю. Укроп? Да. Ой, бать. Заберут у тебя паспорт. Ничего. Я думаю, это ни один в России, который не любит. А кто еще? Скажи, сообщи, ячейка. Да нет. Оппозиционеров. То есть, и он у вас не используется? Нет, вообще в японский нет. К вам приходят на стажировку студенты из училищ. Ну, например, да? Они как-то, их какое мнение? Они получают там какие-то реально знания в училище? Или они... А в училище, если получают? Ну, то есть, училище дает им что-то? Ну, это база. То есть, какой-то база. Она им не поможет в жизни, им надо все равно практику. Но ты же не учился ни в каком училище пулинаровом? Я бы в училище жизни не учился. Твое пожелание какое? Идти в шарагу, как это по-нашему называется? Да нет. Или можно сразу идти... Если это имеет какое-то образование, это не помещает никому. Но я еще раз говорю. Ну, человек хочет стать поваром. Вот он хочет. Вот если он хочет, то ему никакой училище даже и не надо. Если он действительно хочет. А ты яичницу умеешь готовить? Стараюсь, по крайней мере. Я думаю, можно... А давай приготовим? Давай, без проблем. А есть, да, Ром? Давай. Марокканский яйцо, яичница. По марокканскому? Да, это лук, петрушка, соль. Дай чуть-чуть перец, пожалуйста. Черный? Черный, да. И масло возьми тоже с собой оттуда, растительное. Вот там и есть тут. Инфракт лососем 135. Угу. Дай чуть-чуть перец. Девушки, нарежьте мне кусок хлеба, пожалуйста. Белого. Не-не, наш белый. Оливку. Не-не. оливковое масло чуть-чуть просто чтобы было более и вот пожалуйста приятного аппетита вы же хотели яичницу самый быстрый ты все можешь у нас чеснок с маслом немножко ручка и 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 в и ин Солянка А вы никаких музыкальных инструментов играете? Провизирую людей, если не ругает, то не за что. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Добавляем сахар. Добавляем сахар.